Террористы в Сирии Террористы в Сирии Террористы в Сирии Террористы в Сирии Едет еще одно тело, шестое. Его бережно заворачивают в одеяло и относят к машине. Она едет сюда. Единственную больницу на весь район. И мертвых, и раненых свозят сюда. Перепачканные кровью носилки на входе отмывают из шланга. Больничные палаты теперь уже в бывшей школе. Здесь же и морг. В классе биологии гробы, в классе математики тела убитых. Здесь лежат две мои сестры, четверо племянников. Они не хотели войны, они хотели всего лишь выжить. А за стеной в это самое время принимают роды. Эту малышку назвали Майя, что по-кордски означает остающаяся здесь. Вот только шансов остаться живыми у жителей района Шейх Максуд немного. С середины февраля здесь в районе были ранены 140 взрослых и 62 ребенка. Убиты 25. И это данные только по гражданскому населению. Люди пострадали главным образом в результате обстрелов. Район обстреливают вот из таких самодельных орудий. Это трофей. Его отбили ополченцы. Оно стреляет на дистанцию до 4 километров газовыми баллонами. В каждом 30 килограммов взрывчатки. А иногда боевики стрелят их хлором. После обстрелов мои бойцы задыхались и кашляли. Было видно, как хлор прямо стелется по земле. Это видео сняли сами боевики. В кузове газовые баллоны. Ими заряжают самодельные минометы. И под воплей боевиков салп целой батареи. Салп по жилым кварталам района Шейх Максуд. Чем ближе к передовой, тем чаще улицы перекрыты шторами. По ним видно, как ополченцы, отбивая дом за домом, двигали линию фронта прочь от жилых кварталов. Нас ведут на передний край западного фронта. Это граница между районами Ашрафия и Шейх Максуд, Алеппо. Оборону здесь держат только курдские отряды самообороны. Перебежки от стены до стены отнюдь не ради того, чтобы просто пощекотать нервы и взбодрить журналистов. Здесь и правда опасно расслабляться. Огонь боевики открывают мгновенно, едва заметив движение. Вот часть группы перебегает улицу. Оператор Первого канала Артем Григорян это снимает. Ему бежать следом. Едва ребята успевают заскочить в здание, пуля откалывает кусок бетона над головой автоматчика. Атаки на наши позиции не прекращаются. Мы придерживаемся тактики активной обороны. Порой, отбивая нападения боевиков, освобождаем дом за домом. Едва боец ополченок говорил, как в стену врезается автоматная очередь. Откуда стреляли, в условиях города определить сложно. Но отход нашей группы с передовой, боец самообороны, прикрывает ответным огнем.